Слава Господу, братья и сестры, за ту драгоценную возможность быть сегодня на месте и слушать драгоценные слова Божии, ну и, конечно же, радостно восклицать Христос воскрес, отвечать воистину воскрес, слава Господу. Знаете, это самая, наверное, лучшая весть. Первая, что мы праздновали, Христос родился, пришел Спаситель, а вторая, Он жив, Он даже будучи однажды убит, но воскрес. И опять мы не одиноки, и опять мы с Ним, и опять мы для Него, слава Господу. Поэтому вот это драгоценное утешение, что никогда смерть, ад не могут победить Иисуса, Его жизнь, Его благословение, которое Он принес с неба на землю. Иисус принес благословение, Иисус принес жизнь избытком, Иисус принес счастье, Иисус принес огонь. Он сказал, огонь, я пришел неизвестно землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся. Иисус принес живую воду, Иисус принес столько много обилия благодати, дар праведности. И как бы дьявол сегодня не старался все это спрятать, скрыть, отнять, украсть, остановить, все равно победа будет Иисуса Христа. Вот это пасхальное радостное приветствие о воскресении Его, оно говорит, что нет, дьявол, ты не сможешь удержать благословение Иисуса Христа, ты не сможешь отнять Его у народа Господнего, и что бы ты ни делал, все равно будет победа Иисуса Христа. И это слава Божья, она войдет в церковь. И это жизнь избытком, она будет в Божьем народе. Огонь будет гореть, вода будет напаять, сила Божья будет действовать. Ну а покаместь, конечно, он, дьявол, старается что-то сделать, чтобы останавливать Божье движение. Я зачитаю отрывок Священного Писания, записанный в Диане Апостолов, 13 главе, 5 стих и ниже. И бывшие в Соломине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли не некоторого волхвал же пророка иудеянина именем Вария Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвал в Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты, совращаясь с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь сюда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, увидел происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Мы видим человека разумного, проконсул, который открыт был для здравых рассуждений. Слово разумный говорит о том, что у него была очень хорошая способность к правильным рассуждениям, но в это время с ним рядом находился лжепророк, иудеянин, тот, который исповедовал Бога Израиля, но при этом он что-то произносил от имени Бога, и оно было ложное и неправильное. И вот когда, конечно, проконсул удивлялся, возможно, его каким-то волхвованием, Библия говорит, волхвыл, хотя он это преподносил от лица Божия, но когда пришел Варнава с Савлом и рассказали о учении Иисуса, о славе Божьей в лице Иисуса, это слово, оно проникало в глубь разума этого разумного человека, он начинал понимать, что здесь что-то очень благословенное, очень хорошее, и когда увидел волк, что Божье здоровое, чистое слово начинает касаться этого проконсула, что теперь волк будет терять свою власть, он начал противиться, он начал выступать против слов Господних, он, возможно, там произносил какие-то злословия или там аргументы, которые, что нет, они не правы, они не так говорят, что вот-вот от имени Бога будет вот так правильно, стараясь отвратить проконсула от веры. Вы знаете, здесь было последнее слово за Богом. Я благодарю Господа за вот этого еще начинающего благословенного апостола Савла, который уже потом стал Павел, который, вы знаете, он не растерялся. Можно было бы сказать, ну, вот тебе и на ничего мы не можем доказать, вот этот волк все разбивает наши слова и проконсул уже ему верит. Нет, он исполнился Духа Святого в этой ревности по Богу и просто произнес слово к этому волкву. О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? А дальше суд Божий, будешь слеп. И когда он тут же слеп, для проконсула это было утверждением. Вот Божьи люди, не этот. Он точно убедился, вот Божьи люди. И потому открыл свое сердце полностью учению Иисуса Христа. А, слава Господу. Знаете, вот когда мы сегодня слышали историю о двух учениках, идущих из Иерусалима в Маус, Бог касался моего сердца через эту историю, потому что я видел двух огорченных учеников Иисуса Христа. Они так мечтали о славе Сына Божья. Они так мечтали о Царстве Небесном в Израиле. Они так носили, лелеяли в себе эту драгоценную мечту. Она их возжигала, она их вдохновляла. И они всегда, мечтая об этом, радовались. Но что-то произошло в их жизни, что-то произошло в этих днях, когда вдруг эта мечта им показалась разрушилась. Иисус, Сын Божий, Которого не верили, мертв, убит, распят. Вы знаете, вот то, что они имели в своем сердце, разуме, вот это, как бы сказать, вот видение вот этой мечты, видение прихода Иисуса, видение Его воцарения на престоле, и вдруг оно оказалось каким-то не таким. Я скажу, братья и сестры, я об этом не раз вам уже говорил, еще раз повторюсь, волк, волк постарался исказить. То есть, приход Иисуса на землю, Его царство, дьявол постарался исказить в разуме людей. Когда Иисус многократно говорил о том, что Ему придется пострадать, что Ему придется умереть, Он этим им открывал тайну Его царствия. Он открывал им дорогу к Божьему благословению. Он рассказывал о пути царствия небесного в Израиль, что этот путь произойдет через Голгофу. Ученики это не понимали. Волк постарался искажать. И ложный вот этот дух, ложного толкования писаний, Он внушал евреям. Вот, ученикам тоже, вот Мессия, вот Он сейчас воцарится, вот в Иерусалимском храме восядет, на престоле Давида восядет, и будет царствовать, и враги римляне будут все истреблены. Ну вот пришло это время. И кажется, Господи, но ведь они, мечтая о лучшем, благословенном, они вот так представляли это на основании каких-то местописаний. Господи, ну ведь это правда. Ведь Мессия, Царь, Он будет царствовать. Вы знаете, но они не поняли вот Божьего пути царствования. И дьявол постарался нарисовать свой путь, как это ему удобно, чтобы потом их смутить. И когда они представляли множество своем, ученики, что вот такой будет путь, вот путь славы, путь подъема, путь престола, путь какой-то величественного такого царения, Иисус стучал, стучал ни разу, ни два. Подождите, вначале будет страдание, Голгофа, смерть, меня убьют, но я воскресну, но не смог достучаться. Не понимали. Не понимали пути Господнего, были обмануты этим волхвом, что сейчас будет воцарение на престоле. Голгофа, она не умещалась в их разум. И потому, когда случилось, Голгофа, они были не готовы. Потому что слушали волхва, иудеянина, уже пророка, который им внушал, что вначале престолы будут. Победа Израиля над римлянами, что-то величественное. Голгофа сюда в этот план не входило вообще. Страдания Мессия здесь не было места. Только путь вот такого славного царения. И отвращал этот волх их от веры в Иисуса Христа. И когда случилась Богом назначенная дорога в Царстве Небесное через Голгофу, и вот здесь произошло то, о чем было написано. Мы надеялись было, что Он тот, тот Мессия, тот пророк, который должен был прийти, но уже третий день, как Он был мертв. Да, мы слышали, что-то сказал, вроде бы Он явился с женщинами, что ангелы, вернее, женщинам сказали, что Он воскрес, но лицо уныло. И даже вопрос Иисуса, подошедшего к ним, помните, был, отчего вы печальны? Отчего вы печальны? Братья и сестры, запомните, истина Божья печали не приносит. Благословение Господне обогащает, печали не приносит. Приносит печаль ложи неправда. Если ты видишь истину Божью, видишь правильные цели, правильные ориентиры, правильные направления, ты не будешь печален. Ты будешь радостен, торжествующий победу. Огонь будет в твоем сердце, жизнь, вдохновение. Но если только удалось волхву именем Бога вложить тебе неправду в твой дух, твой разум, в сердце, тебе обязательно придет дух уныния, печали, разочарования. Ты не будешь знать, что с тобой случилось. Ты вроде бы верующий, любящий Бога, ищущий Бога, стремящийся, молящийся, во всем ревнующий, и сам не понимаешь, что со мной происходит, какая-то печаль нависает, давит, давит, томит уныние, не можешь спорхнуть, полететь, крылья не поднимаются. Это только одна причина, может быть, братья и сестры. Рядом с нами оказался волх, ложный голос. И он нас отвратил от истинного пути. Ты скажешь, как отвратил от пути? Я за Господом иду, я Ему служу. Верно. Но вы знаете, как в случае с Иисусом Христом, путь Божий был через Голгофу на престол, а волк им внушил, что Голгофы там не будет. Путь сразу на престол. И вот это неправда. Она лишила их многих благословений. А если бы не уразумели пути Иисуса Христа, какое Писание рассказало, я верю, что там, когда Иисус бы умер, они бы в трепете ожидали третьего дня. Я верю, они не рыдали бы. Да, боль была бы, естественная. Утрата, потеря на какое-то время, сострадание Сыну Божию, но там горела бы надежда. Скоро увидим. Скоро увидим. Скоро Он придет в славе. Скоро Он воцарится, пройдя через эту скорбь, и огонь не угасал бы. Лицо не было печально, уныло, не были бы разбиты, не были бы плачущие, рыдающие. Вот что значит поверить волхву. Вот что значит не распознать голос Божий. Вот что значит пойти за ложным направлением. А жизнь дальше, она безжизненная, духовная, безогненная, без влаги, просто какая-то пустыня, постоянная пустыня. Вы знаете, я благодарен Иисусу, который этих учеников двоих не оставил в таком безжизненном состоянии. Он видел их слабое, беспомощное сердце. И Он там к ним присоединился. Они Его не узнали. Знаете, когда ты идешь в печали, в уныние, ты не можешь узнать Иисуса, какой Он. Помните Марию, плачущую у гроба? Она тоже Его не узнала. Уныние закрывает духовные глаза. Печаль лишает открытого взора, духовного взора. Она лишает взгляда правильного. Такие люди, погруженные в уныние, печаль, они уже не могут ясно, отчетливо распознавать. Они не могут ясно понимать, где Господь, где Его направление, где Его голос. Они просто как потерявшийся в лесу человек. И вот так они идут, не узная Иисуса, глаза духовные закрыты. И вот Он им пробивается в сердце. Прежде всего, обратите внимание, обратите, отчего вы печальны? Знаете, это вопрос серьезнейший. Отчего вы печальны? Я бы сказал бы, это вопрос христианства. И сегодня Иисус Христос взывает с таким же вопросом, отчего вы печальны? Божия Церковь не может быть печальной. Запомните, Божий народ не может быть печальной, что бы ни происходило. Что бы ни происходило в церкви или в округлой церкви, он не может быть печальной, если он видит путь Божий. Если он знает истину Господню, Божий народ печален быть не может. И потому сегодня проверь свое сердце. Что тебя наполняет? торжество, радость, победный гимн поется в сердце, или может быть все-таки печаль гложет твою душу. Или вот это уныние преследует тебя день и ночь, проблес солнечного луча и снова туча уныния, проблес солнечного луча и снова тьма, и снова разочарование. Так вот, вопрос, отчего вы печальны, это тебе и ко мне. конечно, ты ответишь, печален, потому что мне вот так кажется, мне кажется, что вот сейчас вот так, Господи, мне кажется, что сейчас вот не так, как надо было бы, вот то плохо, вот то, что-то не так, но в самом деле печаль от какой-то неправды. Ты что-то не понял, ты что-то не уразумел, ты не познал путь Божий, ты не познал путь Иисуса и учения Иисуса И потому печаль в твоем сердце, но Иисус пришел на помощь и начал из Писаний изъяснять. Он начал разбивать эту печаль, он начал открывать свет учения своего, он начал показывать свою дорогу, лучшую, благословенную. И вот так слово за словом, стих за стихом, местописание за местописанием, толкование за толкованием. И там в сердце, помните, огонек загорался, огонек загорался, печаль отодвигалась, возвращалась жизнь, возвращалась что-то лучшее, благословенное, еще пока Иисуса не узнают, а уже там огонь в сердце. Не горело ли сердце нас? Возвратилось, возвратилось то, что было потеряно, возвратился огонь в сердце, без которого жизнь смысла не имеет. Нет, сегодня, когда ты знал Божий огонь и потерял, я представляю, что это жизнь полная страданий. Не того, что там плохо, что там в материальном, а вот там, когда нет огня, для христианина, знающего, что такое огонь, Божий, это самая несчастная жизнь. Это самая ужасная жизнь, когда огонь угас в сердце, это самая огромная боль, как только бывает в жизни христианина. Я знаю это по себе, когда нет огня в сердце, жизнь не мила, жить неинтересно. И только одно хочется, Господи, верни потерянный огонь, только тогда появляется смысл жизни, только тогда жить хочется, когда огонь горит на жертвеннике. И вот потому сегодня так хочется, чтобы Господь что-то сделал, чтобы Господь проговорил к этому волхву, к этому обманщику, который обманул тебя или меня, внушив что-то неверное, неправильное, чтобы Господь проговорил строгим голосом, чтобы он ослеп, чтобы мы наконец поняли, так где же истина, чтобы этот ложный голос был распознан, чтобы он открылся, как лжец. И тогда мы увидим путь Господен. И когда этот волх ушел слепой, увели его, больше проконсулу никто не мешал видеть истину Божью, принять Иисуса Христа и получить благодать на благодать. И когда Иисус открыл ученикам глаза, изъясняя Писание, а затем, войдя с ними в дом и там, взяв хлеб, благословив, подав им, вот эта вечеря, началась вечеря с ним, это самое драгоценное, что может быть для человека на земле. Вечеря с Иисусом. И вот здесь произошло уже полное откровение и глаз. Открылись у них глаза. И увидели Иисуса, как Мессию, Бога, Сына Божия. Вот Он, живой, воскресший. О, значит, мечта наша продолжает жить. Царь, царь, живой. В Царстве Небесном продолжается. Да, путь странный, непонятный, но вот Он, Мессия, вот Он, Царь, Он живой. Значит, все местописания обетования исполнятся. И сердце зажглось вновь огнем, радостью, торжеством. А теперь можно и ночи, и теперь не нужна ни вечер, уже ничто это не смущает. Вперед, бегом! Там, в Иерусалиме, такие же, как мы, несчастные, унылые наши братья. Побежим, скажем, что все-таки нет, не напрасно была надежда. Нет, не напрасно была мечта. Царствие Господнее продолжается. Жив Иисус! Слава Господу! Поэтому, братья и сестры, я так хотел бы, чтобы сегодня Иисус подошел к тому, кто сегодня разочарован. Так хотелось бы, чтобы Иисус сегодня подошел близко, близко, как этим двум ученикам и начал тебе изъяснять то драгоценное Слово, показывать тот путь, показывать свое что-то такое доброе, нужное для души твоей, чтобы, наконец-то, тебе возвратиться к жизни. О, эта жизнь Божья! Как она сегодня нужна многим христианам! О, жизнь Божья! Огонь Божий! Как сегодня тоскуют многие по этому огню! Как сегодня многие христиане мечтают об этом огне! О живой воде! И ищут ее! И найти не могут! Идут от холма к холму! От церкви к церкви! И разочарованно вздыхают! Нет воды! Да, много есть цитат из Библии! Много есть красивых песен! Много есть красивых проповедей! Много есть особенных молитв! Но жизни воды живой так не хватает! И этот колодец с водой живой! И Иисус Христос сегодня рядом! Давайте мы сегодня будем молиться и говорить, Иисус, подойди сегодня ко мне! Иисус, как этим ученикам ты подошел! Ты не разрешил им дальше оставаться в печали! Ты их пожалел, Господи! Подойди ко мне сегодня, Иисус! Ты пожалей меня! Я тоже устал от моей печали! Я тоже устал от моего уныния, от разочарования! Иисус, поговори со мною! Я тебя не узнаю! Я тебя не вижу! Мне кажется, что ты где-то далеко! Что тебя рядом нету! А на основании этого слова я вижу, что ты рядышком! А теперь, Господи, хоть я тебя не узнаю, начни мне что-то говорить! Покажи ту ложь, которой я жил многие годы! Покажи ту неправду, которую меня обманывало, связывало многие годы! Потому что я помню, как огонь горел когда-то, много лет назад! А это время последнее, он уже не горит! Значит, я уже эти годы жил в неправде! Я эти годы шел за этим лжеволхвом, этим лжепророком! Господи, пусть сегодня уже он ослепнет! Пусть наконец-то сегодня эта ложь откроется! Пусть наконец-то сегодня, Господи, мои глаза прозреют, духовные, чтобы мне увидеть этого волхва и увидеть твою дорогу! Увидеть твою цель, твое направление! Увидеть то, что я должен сделать, чтобы получить благодать! Чтобы приобрести твое благорасположение! Помните Моисея, который был движим Богом? Но однажды он сказал, Господи, открой мне путь, чтобы мне приобрести благоволение в очах Твоих! То есть Моисей понимал, что если пути Господнего не уразумеешь или неправильно поймешь, то ты не будешь в благоволении Божьем! И он уразумел это! И он так умолял, Господи, открой мне твой путь! Я так хочу иметь благорасположение Твое! И Господь открывал ему свои пути! Слава Богу! И Господь поднимал его выше и выше! От славы в славу! И Господь проводил перед ним славу Свою! Я верю, жизнь этого человека не была в печали! Не была в унынии! Это была жизнь огненная! Слава Господу! Поэтому, оканчивая наше служение, в этот пасхальный вечер, когда радость должна наполнять твою душу, когда радость должна тебя вдохновлять, а тебя ее нет, скажи это Иисусу! Попроси Иисуса! Скажи, да, Иисус, подойди сегодня! Подойди ко мне сейчас, вечером, завтра, ночью, нет значения! Поговори со мною! И дай мне посмотреть на твою дорогу! Дай мне познать твою истину! И дай мне, Господь, наконец, вновь вернуться в то состояние огненного человека, живого, исполненного Духа Святого, силы, любви и веры! И на основании этого местописания я скажу, что Господь нелицеприятен! Он обязательно, увидев твое усталое, жаждущее сердце, Он подойдет тебе, Он скажет что-то, откроются глаза, и ты увидишь Его, и ты скажешь, Господи, а я думал было, что вот это был ты там, что это было твое действие, а теперь я вижу, что это было неправда, а вот какой твой путь, а вот какой ты, а вот какое слово твое, а вот учение твое, а вот твоя дорога, Господи, теперь я уже живу и жить буду. Слава Иисусу! Он это будет делать по твоему искреннему желанию. Скажи Ему это в своей молитве. Аминь.